Эту тему более подробно обсудим с Игорем Поповым, это эксперт Украинского института будущего и президент аналитического центра политика. Игорь, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Давайте поэтапно, потому что очень много месседжей, так называемых обвинений со стороны и Москвы, и Минска в адрес Киева. Давайте по поводу Северного потока. В свою очередь, датская полиция нашла яхту, использовавшуюся для подрывов Северных потоков, не дожидаясь каких-либо результатов. В свою очередь, кстати, по информации полиции Германии, в январе проводился обыск судна, на котором могли перевозить взрывчатку для подрыва газопровода. Но, вопреки тому, что даже не было и нету никакого официального решения, Москва и Минск уже официально нашли так называемый след Украины и след непосредственно СБУ. Почему сейчас все обвинения, ну, резко изменилась риторика Москвы и из Украины делают террориста, хотя Российская Федерация по факту сама является такой. Я не удивлюсь, если скоро появятся публикации, что это мы утопили Титаник, мы взорвали Бастилию, я не знаю, что еще можно повесить на демонов из украинских спецслужб. Действительно, Алексей Резников прав, нам было бы приятно, если бы мы имели технические возможности осуществлять столь высокотехнологические операции. Но вот, что касается подрыва северных потоков, то пресса пишет о каких-то паспортах, яхтах. Но ведь ничего не пишет эта пресса о, собственно, техническом аспекте подрыва, о том, что для этого нужно профессиональное диверсионное оборудование, которого нет у украинских спецслужб. В любом случае, пока. То есть, это, по-моему, пару тонн взрывчатки, это некие роботы-беспилотники, способные работать на большой глубине. Ну, то есть, вот этот маленький рыбацкий корабль, с него можно рыбу ловить, но явно не тащить несколько тонн взрывчатки под носом у довольно развитой системы безопасности в этих портах. Если говорить непосредственно о других месседжах, касательно также обвинений, я правильно понимаю, что сейчас Российская Федерация делает все возможное, чтобы даже для внутреннего российского зрителя из Украины сделать образ какого-то опасного врага? Этому подтверждение возможно. Есть бестолковые, по мнению многих военных аналитиков и экспертов, бестолковые окопы в Крыму. Учитывая, что у Украины также нету таких возможностей, в принципе, десантироваться в Крым. Ну, физически и фактически, давайте признаем. И, кстати, господин Резников тоже это говорил. То же самое с Брянской областью. Мол, ракетные атаки на Украину, по территории Украины, наносились как месть за Брянскую область. Хотя изначально, ну, это такой фарс, когда российская пропаганда даже сама путалась в фактах. Это подготовка к чему-то более глобальному? Либо путинский режим понимает, что доверие к нему и к этим формулировкам якобы защиты русскоязычного населения и освобождения Украины, непонятно от кого, уже этим формулировкам не доверяют. И нужно искать что-то новое. Россия проиграла эту войну по нескольким направлениям, и в том числе по информационным. Это и идеология, то есть не сформулировано, почему они начали вот эту неспровоцированную агрессию. И до сих пор никто в мире не понимает, что они хотят добиться от этой войны. Они не смогли провести информационные операции и подготовку украинского населения к какой-то относительной лояльности. Хотя на это были списаны какие-то огромные деньги. И в отчетах писали, что украинцы почему-то хотят, чтобы их захватили. А и тоже касается информационных спецопераций. То есть, получается, были перехвалены российские спецслужбы, которые не могут даже обставить, похоже, довольно простые в разработке провокации, как они это пытались сделать в Брянской области. Более того, провокация провалилась, а пресс-релизы еще двое суток рассылали о том, как бы она состоялась. А что касается постройки окопов в Белгородской области или в Крыму, то я подозреваю, что это банальный дерибан средств. То есть, осваиваются некие бюджеты, строятся линии Мажино и Маннергейма, которые на самом деле оказываются довольно преодолимыми. Ну и, конечно, создается картинка, что завтра кто-то на Россию нападет. Никто на Россию нападать не собирается. Нам освободить свои территории, закрыться, построить стену и забыть об этом соседям. Чтобы закрыть тему касательно Северного потока, я напомню, что координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби призвал не забегать вперед с выводами по поводу инцидента со взрывами на Северных потоках в 2022 году. И так он ответил на вопрос журналистов о том, обеспокоен ли Вашингтон, что обнародованная газета и Нью-Йорк Таймс информация может негативно повлиять на общественную поддержку Украины в Германии и вызвать так называемое трение в НАТО. Давайте услышим прямую речь и перейдем уже к обсуждению следующей темы. Сейчас продолжаются три расследования и они не закончены. Насколько мне известно, ни одна из этих трех стран не объявила публично, что выяснила. Итак, мы считаем, и президент сказал это, что это был акт саботажа. Но мы должны завершить эти расследования. И только тогда мы должны рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть. Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. С Северным потоком все понятно. И тут стоит только ждать далее результатов этого расследования. Что мы имеем далее? Далее мы имеем мочулище в Беларуси. Министерство иностранных дел Украины категорически откидывает заявление самого провозглашенного президента Беларуси Лукашенко про какое-то участие или какую-то приверженность вообще украинской стороны к событиям на аэродроме Мочулище. Я напомню, что показали видео с беспилотника. Якобы беспилотник сел на крышу самолета разведывательного, повредил его. Сейчас этот самолет где-то ремонтируют. Не суть. Все мы это все знаем. Тут другой вопрос. Беларусь сразу в лице Лукашенко отреагировала на это. Уже стопроцентное обвинение в сторону Украины закинули. То есть мы сейчас можем наблюдать продолжение настойчивого усилия со стороны Путина Лукашенко полностью ввязать войну против Украины? Отреагировал Александр Григорьевич не сразу же. Сразу же он полетел в Китай. Там пожаловался. Ему, наверное, что-то сказали. Он приехал и сказал, что вот он по дороге из Китая поймал всех диверсантов и шпионов. И действительно, Украина категорически отрицает свою причастность к атаке на этот самолет. Хотя все украинцы хлопали, потому что вот эти взлеты с белорусской территории то МИГов, то вот этого ДЛРО. Честно говоря, у нас цензурных комментариев уже нет, потому что они каждый день взлетают. У нас здесь тревога, и это просто сбивает всю страну с нормального рабочего режима. И очень жаль, что белорусская территория используется для атак против Украины. Поэтому то, что некие белорусские партизаны ощутили гнев украинских граждан и помогли поломать вот этот самолет, я надеюсь, что это не окончание, и что партизаны дальше будут ломать все российские самолеты, которые будут угрожать Украине с территории Беларуси. А вот эти заявления Лукашенко, жребий брошен, я Юрий Цезарь, завтра перейду Припять в виде Рубикона, это, конечно, тоже не радует, потому что белорусское руководство может попытаться втянуть белорусскую армию, белорусский народ в войну против Украины. Украина этого явно не хочет, мы об этом неоднократно заявляли. Были многочисленные заявления президента Зеленского на прямое обращение к белорусским гражданам и к белорусским военнослужащим. Не лезьте в Украину. У нас никаких претензий к Беларусам нет, к Белоруссии нет. Белорусскому руководству у нас большая претензия, почему они помогают России бомбить Украину. Но это наши отдельные разборки, мы надеемся, что юридическим путем, в том числе в Международном трибунале, эти факты получат свою оценку. И будем надеяться все-таки на мудрость белорусского народа, о том, что они видят, что сделали с российской армией на украинской территории, и попадать в это же, и тем более провести кровавую границу между белорусским народом и украинским, никто там не захочет. Я хочу зачитать реакцию Службы безопасности Украины касательно инцидента в Мочулищах. Они прокомментировали следующее, цитирую. Нужно определиться с дефинициями. Теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии – это когда с белорусской границы заходят диверсанты. Удар по самолету корректировщику А-50. Антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами. Это четкое пояснение. Так прокомментировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляк в твиттер ситуацию касательно подрыва, если можно так сказать, или повреждения самолета А-50. С другой стороны, получается, Российская Федерация и Беларусь ни в коем случае не хотят признавать то, что внутри России и внутри Беларуси порождается довольно-таки мощное партизанское сообщество, которое борется с этими двумя режимами. Если народы этих стран оказываются умнее, чем их военно-политическое руководство, это только делает честь нашим соседям, и мы все-таки надеемся, что у них тоже все наладится, и следующее руководство этих стран не будет нападать на соседей, а будет больше заботиться о благосостоянии своего населения и не показывать очередные байки по телевизору, что я вам покажу, откуда готовилось нападение. Украина не готовилась и не готовится нападать на Беларусь. Нам Беларусь тоже не надо. Нам надо нормальный сосед. У нас была нормальная торговля, нормальные человеческие отношения до того, как Беларусь предоставила свою территорию для нападения на Украину. И надеемся, что этим все и ограничится, и поэтому восстановить отношения с Беларусь все равно будет легче, чем с государством Агрессором и Российской Федерацией. Также давайте про разбежности внутри самой российской и белорусской пропаганды. В свою очередь в Беларуси заявили, что спецслужбы Польши также могут быть причастны к подрыву российского самолета А-50 на аэродроме Мочулище. По словам оперативного сотрудника КГБ, об этом может свидетельствовать тот факт, что в диверсии якобы было сдействовано несколько человек из числа так называемых беглых, которые сейчас находятся на территории Польши. Их называют причастными к каналам поставок Беларусь, средств поражения дронов, а также подозревают в том, что они помогли проникнуть на территорию страны и готовили маршруты эвакуации якобы так называемого террориста, непосредственно подрывавшего самолет. Я также напомню, что после повреждения в конце февраля самолета А-50 у России осталось 6 таких самолетов. И тут, в свою очередь, следует вопрос, а как же сейчас дальше может развиваться ситуация касательно вот таких негативных для Беларуси, точнее для самопроглашенного президента Лукашенко, для Путина, такие негативные последствия в виде участившихся случаев партизанских таких, я не знаю как это, антитеррористических действий, если можно так назвать. В том числе вот эта партизанская антитеррористическая операция показала несовершенство охраны этих аэродромов. То есть, получается, на них базируется довольно серьезное оружие. Миги, которые взлетают с белорусских аэродромов, могут быть оснащены даже суперсовременными ракетами «Кинжал». И здесь какой-то китайский бытовой дрон, которым только свадьбы снимают, берет в зубы пару гранат, прилетает туда и филигранно ложит эти гранаты на тарелку локатора суперсовременного секретного самолета. Это все взрывает. То есть, возможно, это то и станет иллюстрацией того, что белорусской армии не стоит ввязываться в некие военные авантюры, раз она не могла обеспечить внешний периметр защиты аэродрома, с которого ведутся боевые действия. И сейчас, в свою очередь, об обвинениях Москвы. Уже от Беларуси отходим непосредственно на Москву. Мы видим, что Российская Федерация, в лице даже Маргариты Симоньян, для меня эта пропагандистка, это так называемый официальный род Путина. Давайте так говорить. Она озвучивает все эти нарративы, которые Путин не осмеливается иногда называть. Все эти угрозы касательно войны с НАТО, касательно обвинения Украины в терроризме, и они находят оправдание каждый раз для ракетных ударов, но, в свою очередь, удары приходятся же по жилым домам, по жилым кварталам, районам. Ну, неужели внутри россияне не видят этого сюрреализма? Ну, я надеюсь, что нормальные россияне это видят. Действительно, после вчерашней массированной ракетной атаки по Украине и Симоньян, и Коношенкова объявили, что это месть за Брянск. В Брянск они там сами какую-то неудачную провокацию пытались сделать. И как к Брянску относятся жилые дома мирных жителей во Львовской области или автомобили на парковке моих соседей в спальном районе Киева, которые сгорели от таких ракетных ударов. Да, они попали там в какой-то трансформатор, но который тоже абсолютно не виноват в провалах ФСБ на территории Брянской области. Ну и за финалем вопрос, вот касательно, опять же, информационного проигрыша. Вот данные обвинения и Москвы, и Минска, они выглядят как будто безвыходность. Вы фиксируете тот факт, что Российская Федерация уже информационную войну проиграла? В международном плане, да. Но что касается внутреннего потребителя, все-таки российская пропаганда довольно сильна, и у нее нет почти альтернатив. Они перекрыли многие каналы альтернативной информации. Поэтому вопросы показывают, что россияне хотели бы, чтобы война закончилась. Но они все-таки хотят чего-то, что можно было бы показать как победу. Никто не хочет признавать поражение, и поэтому консолидация вокруг флага остается. И мы не можем надеяться, что общественное мнение, или массовые выступления, или комитеты солдатских матерей в память о погибших россиянах поставили бы жесткие вопросы перед Кремлем о изменении политики, и в том числе смене режима. Но пока к этому российское общество явно не готово. Можно ли сейчас это переломать внутри Российской Федерации, и как можно доказать непосредственно вот такое шквальное вранье со стороны путинского режима? Я в рамках обвинения Украины, в рамках оправдания, даже сами российские журналисты, задавая вопросы Путину касательно, а зачем надо было нападать на Украину, он по сегодняшний день говорит, что никто не нападал, мы освобождаем. Но все видели прекрасно кадры Бахмута, кадры Маринки, уничтоженные города в ноль, радостные лица военных с символиками Z, что наконец-то освободили, освободили по факту от жилья, от жизни, просто от цивилизации. В то же время все помнят, как украинских воинов-освободителей встречали в том же Херсоне, который был под оккупацией 8 или 9 месяцев, и жителям Херсона все это время рассказывали, что они должны радоваться, что пришла российская армия. Но они с украинскими флагами и слезами радости встречали украинскую армию, которая вернулась в эти города. Поэтому я знаю, что ваш канал тоже смотрит частично в Российской Федерации, можем лишь пожелать смотреть альтернативные источники информации, включать чуть-чуть критическое мышление и понимать, куда их втянули, и чем раньше отсюда выйти, тем легче будет для самой России и для будущего России.